Тайя, сегодня я расскажу тебе про отличную певицу, которую зовут Рианан. Она сама, по-моему, из Сан-Франциско, а сейчас живёт на Гавайях. Ей уже довольно-таки много лет, наверное, что-то около 70. И я её знаю благодаря Боди Макферину, то есть она поёт вместе с ним... А вот эти вот, которые у тебя сейчас в диске, они ещё, когда она была молодая или... Да, сейчас я тебе расскажу. Вот Рианан поёт с Боди Макферином с начала 80-х годов. То есть уже кучу лет просто. Они знают друг друга. Третий диск? Это его ближайшая подруга, соратница и вообще. Вообще? Да, то есть мне посчастливилось, когда я ездил в Америку, мне посчастливилось быть на её воркшопах, на её занятиях. А ты сказал то, что я её видела где-то. Да, ты её видела на концерте, когда Боди Макферин последний раз приезжал в ноябре с группы GIME FIVE. И она была одной из участниц этой группы. Это в Зарядье, да? Это в Зарядье, да. Ну, мы сидели высоко, так что я мало что-то там разглядела. Да, ну, Рианан, она удивительная женщина. То есть она с годами становится только бодрее, веселее и прекраснее. А когда ей будет сто лет? Не знаю, надеюсь, что она будет так же бодрее, веселее и энергичнее. Это просто человек с удивительной энергией и энергетикой, да. Подзарядка. Да, как я уже сказал, я вот ездил в институт Омега и учился там в течение недели. И Рианан преподавала занятия. И это было что-то потрясающее. То есть она делала такие упражнения, которые я никогда не забуду. А ты не можешь что-нибудь нам показать? Ну, я уже много рассказывал об этом. То есть там было одно из таких упражнений, когда она укладывала 200 человек на пол. И они мычали в течение какого-то времени. И, ну, как бы пропадало всё. Пропадало время. И это было какой-то такой... Было стадо коров? Нет, конечно. Ну, это было супер музыкально. То есть это было... Нет, как бы, знаешь, вот я когда с кем-то вместе одну букву или какую-то одну песню, вот как будто бы сливается, вот, ну, такое, да, ощущение. Нет, вот... Ну, там надо было мычать не одну ноту. Там надо было мычать и ту ноту, какую ты хочешь. И вот этот ни на что не похожий гул, он продолжался... Ну, то есть я не знаю сколько. Он, может быть, продолжался полчаса, может быть, мы лежали и мычали. Я просто, я куда-то улетел. Да, не давно. Ну, короче, Реннон это просто удивительный человек. И что меня в ней ещё поражает, это не только то, что она музыкант, на которого хочется просто равняться и который вокально такие выдаёт потрясающие штуки, что, ну, то есть это одна из самых сильных вокалисток, ну, как я считаю, в мире, да. Но это ещё человек с удивительной просто жизненной позицией. То есть она за свою жизнь находится в постоянной борьбе с расизмом, за права женщин, против Дональда Трампа и так далее. То есть это человек с очень активной социальной позицией. Вот я долгое вступление. Значит, я просто не так давно совершенно случайно узнал, что она в конце 70-х, ещё до того, как они познакомились с Бобби Макферриным, она пела в группе. И эта группа, которая называлась Alive, она состояла только из женщин. То есть там было 5 женщин, они играли на инструментах, они играли джаз, какой-то там афрокубинский джаз. И я захотел, конечно, послушать это всё, скачать. И я нигде просто не нашёл, я не нашёл этой музыки. Тогда я, значит, то есть её невозможно было скачать. Тогда я решил купить эти пластинки. И я обнаружил, что, значит, можно купить или старый венюл 79-го и 82-го года. У них было 3 альбома у этой группы Alive. Или, как вариант, эти диски переиздавали на CD в Японии, только в Японии. И я решил купить японские диски. Тем более, что я очень сильно люблю японские диски. Ты всё же японское любишь? Да. Я купил вот сначала первый альбом 79-го года. А совсем недавно я купил... А где она? Второй альбом. Сейчас я её покажу. Второй альбом, который 82-го года. Вообще, то есть, вот Риэннон... Вот она. Вот это Риэннон. Она поёт здесь. А, это нормально. И просто вот японские диски, кстати, здесь обязательно есть куча всякого текста на японском, который я бы очень хотел прочитать, но, к сожалению, вот не могу. Да, кстати, вот смотри, вот это тоже Риэннон. И я просто вот этот выпуск хотел посвятить, во-первых, ей, а во-вторых, моей подруге из Санкт-Петербурга Оле Теглевой, которая на неё очень похожа, и которая тоже борется за права женщин, которая самая лучшая в мире катоняня, блогерка и так далее. Ей привет. Ну, собственно говоря, что? Сейчас я поставлю эту музыку, я поставлю со второго альбома песню, которую я слушаю в последнее время постоянно, а когда я её не слушаю, она мне играет в голове. То есть, это песня, которую хочется подпевать. Вот, да, это поэт Риэннон, такое вступление. Кстати, группа Илайф, которая распалась в 82-м году, буквально несколько лет назад они объединились. Объединились для того, чтобы дать, я не знаю, несколько концертов. И это, конечно, удивительно на них смотреть. То есть, они сейчас такие тётеньки, даже бабушки. Бабушки такие, играют на инструментах джаз. И это по-прежнему, это удивительно просто. Никогда, глядя на этих женщин, не скажешь, что они там могут быть какими-то рок-звёздами, но, тем не менее, это настоящая рок-звезда. Сейчас немножко послушаем эту музыку, а потом я тебе предлагаю, когда она запоёт припев, мы с тобой будем подпевать, окей? Ну, я не знаю. Можно даже и танцевать. Тогда давай ты поддержишь камеру. Не, мы будем танцевать с камерой. Сейчас. А, я знаю эту песню. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok